Завершились майские победные праздники. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто в них принял активное участие. 10 миллионов человек участвовало в бессмертном полку. Это шествие, которое протянулось от Владивостока до Калининграда, свидетельствует о единстве тех, кто защищает нашу победу. Живые и мертвые, молодые и старые, гражданские и военные прекрасно понимают, что это высшие достижения нашей цивилизации. Мы спасли мир от фашизма. Мы все сделали для того, чтобы успешно развивалось человечество в мирных условиях. Вместе с тем, есть возможность вам напомнить, что в эти дни, 13, 14, 15 мая, 20 лет назад, был импичмент политики Ельцина. Политики предательства национально-государственных интересов. Политики, которая перечеркивала наши победные завоевания. Политики, которая реализовывала план Барбароса расчленения нашей страны, уничтожения нашей национальной дружбы со всеми народами и ликвидации военно-стратегического паритета. Эта преступная политика тогда была осуждена. 256 депутатов в Оловецком партии официально написали заявление о необходимости рассмотрения импичмента президента, который предал страну, предал трудовой народ и по-прежнему издевался на всем святым, что было в нашей истории. Слово сказать, тогда мы создали комиссию во главе с Илюхином Виктором Ивановичем, царствием небесным, один из самых опытных и лучших юристов. Филимонов, юрист из Сибири, помогал и поддерживал его. Эта комиссия в течение более чем года расследовала все преступления. Было вызвано пять обвинений, начиная от Беловежья в 1991 году, где был предан референдум нашей державы, где на троих растащили и разделили страну для того, чтобы залезть в руководящие кресла. Главарем этой преступной группы был господин Ельц. Он первым оттуда доложил президенту Бушу о том, что они перечеркнули референдум и они готовы растащить страну на мелкие куски. Второе преступление связано было с ликвидацией нашего военного могущества и приоритета. Из 16 военных округов 8 остались за границами Российской Федерации. За границами России осталось еще 5 воздушных и 4 танковых армий и огромный промышленный потенциал. Третье преступление связано было с расстрелом парламента и ликвидацией советской власти. Обобрав граждан страны вместе с Гайдаром и Чубайсом, Ельцин затеял ликвидацию промышленного потенциала. Было уничтожено 80 тысяч предприятий. В 1994, 1995 и 1996 годах он развязал чеченскую бойню и войну. Сначала отдали Дудаеву вооружение на две дивизии, которые были в Северно-Кавказском регионе. Затем вооружили оппозицию и уничтожили и убили почти 100 тысяч человек. И третье преступление – это геноцид русского и других народов, в результате чего было уничтожено около миллиона граждан в национальных конфликтов, 10 миллионов беженцев. На планете это было 13 миллионов беженцев, из них 10 были организованы на просторах бывшего союзного отечества. А затем в 1998 году организовал дефолт, в 1999 предал Югославию и вынужден был уйти в отставу. Я вам напоминаю эти события, потому что новое поколение об этом не знает. Материалов, которые об этом правдиво писали, в стране фактически не оказалось. У меня в книге «Верность» есть 60 страниц, полное изложение того рассмотрения в ходе импичмента, в ходе которого выступили все руководители фракции, авторитетные депутаты. Ни в одном выступлении нет ни одного слова, которое бы защищало Ельцина и эту преступную группировку. Но, к сожалению, потом на Урале был построен Ельцин-цент, который рассказывал о каких-то мнимых достижениях и победах, а на самом деле эти преступления. При финальном голосовании 15 мая 1999 года дрогнуло прежде всего Жириновский. Но сейчас будет сказки рассказывать, как они храбро сражались. У него только Гусев, депутат, проголосовал всеми пятью бюллетенями. А сам Жириновский стоял у урны и орал, что они с любым расправятся, кто проголосует против Ельцина. Игробное яблоко, которое обещало полностью проголосовать хотя бы по одному вопросу, связанному о Чечне, не справились они с этим. По думе бегали Котенковы и им подобные, которые по слухам, на мой взгляд, достоверным, предлагали по 10-20 тысяч долларов за каждый бюллетень, который унесут или не опустят в урон. Вот та картина бандитско-уголовная, которая царила тогда в стране под руководством господина Ельцина. Мне казалось, эта эпоха закончилась. Путин предложил послание, под которым первое я готов подписаться. В последнем послании он потребовал выйти пятерку ведущих стран. Мы под это подготовили программу «10 шагов достойной жизни» и почти полтора десятка сейчас законов. Мы готовы реализовать бюджет развития и после дефолта вместе с Примаковым и Сляковым подготовили закон о народных предприятиях. Эти народные предприятия стали лучшими в стране. Сегодня лучшие в стране предприятия Грудинина, совхоз имени Ленина, которому исполнилось 100 лет. Предприятие, которое освоило все самые современные технологии, создало лучшие социальные условия, лучшая в стране зарплата. Я приглашаю еще раз вас активно посмотреть на это предприятие. Но самое удивительное, после президентских выборов, на это предприятие, в связи с тем, что Грудинин пошел от партии, нашей партии и блока патриотических сил кандидатом президента, в 15-й месяц идет рейдерская атака. До этого пять бандитских атак мы отбили. Теперь в этой рейдерской атаке участвует администрация. Я думаю, участвует администрация и президент. Участвует руководство Московской области, хотя мы вместе с Каженым встречались с Воробьевым, и он клялся, что в этом не участвует. Участвует судебная система, которая совершенно незаконно отняла мандат депутата у Грудинина, который был избран, видная. Участвует и правоохранительная система, которая прикрывает эти безобразия. Мы официально на штабе протестных действий подготовили обращение к президенту, который является гарантом, и требуем рассмотрения этой беспрецедентной ситуации и формирование специальной комиссии. Мы приглашаем президента провести, президентом госсовета в этом хозяйстве. Мы приглашаем премьер-министра Медведева провести заседание правительства и посмотреть, что это за хозяйство, какие результаты, почему оно работает успешнее других, почему ни копейки не взял, они дают зарплату по 90 тысяч, почему там лучшие в Европе школа, сады, профтехориентации. Мы приглашаем посмотреть, но мы параллельно отправили за подписью авторитетных депутатов нашей фракции обращение в силовые ведомства, товарищу Бортнику, который обязан обеспечить безопасность такого хозяйства, товарищу Колокольцу, который обязан унять свои полицейские наскоки, которые мы видим и там, и в Туле на сегодня, товарищу Бастрыкину, который должен расследовать, а почему в этой операции участвуют уголовники, которых разыскивала наша правоохранительная система в 90-е годы, а сейчас они чуть ли не готовы получить контрольный пакет акций этого удивительного предприятия. Официально заявляем всем, мы не дадим в обиду ни наших товарищей, ни одной из лучших хозяйств, которые есть в стране. Если в нынешних условиях есть возможность расправиться над кандидатом президента, который получил 9 миллионов голосов и которого поддерживает страна и деловые круги, если есть возможность, без конца травить нашего губернатора Левченко, 273 сюжета вышло только на телевизионных каналах, если есть возможность поджигать леса только для того, чтобы компрометировать руководителей, значит, у нас нет никаких гарантий никому ни в чем. Мы с этим категорически не согласны. Мы будем бороться за то, чтобы лихие 90-е не повторились, за то, чтобы послание президента войти в пятерку выполнялось, за то, чтобы социальные гарантии были реальностью, а не болтовней, за то, чтобы не повторялись пенсионные и мусорные реформы, которые обрушились на плечи граждан, а граждане продолжают пятый год подряд нищать. За эти четыре месяца олигархия российская прибавила своих доходов на триллион семьсот миллиардов. Граждане страны по-прежнему продолжают нищать. Мы считаем, что это абсолютно несправедливо, и надо срочно исправлять ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова